Огонь – неуправляемая сила, которая приносит с собой не только разрушения, но и эмоциональные страдания. Но огонь – это то, что вполне может принести и позитивные эмоции. Есть этот огонь, с которым ты можешь справиться. Есть этот огонь – атрибут на соревнованиях добровольных пожарных дружин корпорации ВСМПО «Висма». Полыхающий огонь заставил испытать позитивные эмоции Евгения Петрикова, инженера электроника цеха номер 27 ВСМПО. Все потому, что команда этого цеха связи коммуникаций, капитаном которой является Женя, впервые за всю 57-летнюю историю эстафеты, стала первой. Эмоции просто неописуемые. Они просто переполняют. Не ожидали, конечно, этого. Думали хотя бы в пятерку войти, хотя бы в десятку даже. Блестящий кубок в прошлом году достался команде цеха номер 5, которая в этом году уступила лидеру обидные сотые доли секунды в общем зачете. За 57 лет эстафеты программой сохраняется неизменной. Безошибочно набрать 0,1, собрать пожарный рукав и поразить струей воды горящую мишень, преодолеть двухметровое препятствие, затушить горящее пламя на манекене человека и в специальном противне. Андрей Масеев, мастер 16-го цеха в СМП, ежегодно принимает участие в таких соревнованиях и знает все сложности этого состязания. Все этапы, в принципе, сложные. Нет такого легкого этапа. Какой для мужчины? Самый-самый? Самый-самый? Ну, наверное, тушить противень, потому что он достаточно серьезный, штраф за него очень большой. В этом деле, по словам бывалых пожарных добровольцев, цеха номер 37 поможет только опыт. Молодой состав команды кузнечно-штамповочного не позволял занимать призовые места в 2012 и в 2013 годах. В этом году, благодаря тренировкам, у 37-го почетное третье место. Главное условие при выполнении всех действий участниками соревнований – быть собранным и выполнить все этапы самостоятельно, без нарушений правил, потерь, времени и снаряжения. Все от удачи зависит. Например, тушил и не потушил, может не увидел где-то, в углу огонь остался, и все загорелось, и все, и эти лишние 30 секунд. Преодолеть двухметровые препятствия, пожалуй, самая сложная задача для женщин. Два последних года – в 2012 и 2013 году первое место занимала женская команда цеха номер 32. Разрушая миф о неженском деле борьбы с огнем, Екатерина Мельникова в совершенстве владела навыком преодоления высокого препятствия. Для девочек третий, в принципе, через забор этот прыгать. Четвертый этап – тушить пожар. Мне кажется, первый бой – набрать 0-1 полегче. Это для опытных полегче, а для новичков еще как тяжело. Павел Борихин, представляющий 12-й цех, за всю свою спортивную историю впервые отважился встретиться с огнем. У меня был первый этап. Я думал, что там самое сложное – это телефон. Но на самом деле самое сложное – это сработаться с напарником, чтобы вовремя гидрант открыть. Я сегодня своего напарника окатил водой, к сожалению. Женская команда цеха номер 3 в этом году выбилась в дамки, благодаря правильной расстановке сил участниц. Корновщица Анна Мазнева, благодаря опыту работы, на высоте не побоялась двухметрового препятствия и преодолела его с легкостью. Как результат – кубок победителя в руках. Мы не ждали. Мы шли, вообще-то рассчитывали в том году, мы третье место заняли, хотели второе. Но мы довольны. Это счастье просто для нашего цеха. Мы очень счастливы, все довольны, ждали. В этом году второе место у женщин 32-го. Третье место занимают контролеры предприятия цех номер 7. Юрий Семичев, директор по техническому обеспечению и ремонтам ВСМПО, председатель судейской коллегии, отметил, что все команды продемонстрировали умение собраться с силами в борьбе с горячей стихией. С одной стороны это экзамен, с другой стороны это нормальное соперничество между цехами, которое идет уже более 50 лет. Вы сами прекрасно видите, что здесь есть азарт, есть настрой. Цехи, которые победили в прошлом году, они соревнуются, пытаются вырвать. У других цехов, вспомогательные цехи несколько лет уже подряд составляют конкуренцию основным цехам, которые выставляют по несколько команд и занимают первые места. Так что это надо продолжать. Высокая подготовка добровольных пожарных дружин способна грамотно нейтрализовать чрезвычайную ситуацию. Самое главное предупредить ее возникновение. Соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Курить только в отведенных местах, потому что, напоминаю, курение на территории ВСМПО, кроме отведенных мест, запрещено. А то некоторые идут по территории, прямо после проходной, и уже курят. Будем молить Бога, чтобы пожарная подготовка сотрудникам корпорации пригодилась только через год на будущих соревнованиях добровольных пожарных дружин.